Есть бесконечность, из которой мы появляемся, которую мы, может быть, особенно почетливо чувствуем в детстве. А потом мы себя в ней ограничиваем. Здесь будут существовать, наверное, какие-то внутренние уровни ограничений в обязательном порядке. Как к этой бесконечности вернуться? Ну, чтобы понизить уровень, я не знаю, стресса, неудовольствия, несчастья. Ну, я не знаю, я надеюсь, что здесь все поклонники программы «Серебряные нити», поэтому я сегодня вот все о себе. Как вы думаете, я получаю удовольствие от передачи? Да, я получаю от нее удовольствие, конечно. Как бы, почему? Я могу там реализовывать свою свободу, да, во внешнем мире не очень могу, а там могу. Это творчество. Да, это творчество. Ну, что хочу, то и врачу. Почти. Ну, вот, там, есть ограничения, но не такие печальные, как при Агнести. Мы же, это вот, мы говорим, эти красивые вещи, а в действительности не пытаемся разобраться, о чем мы имеем в виду. Вот отправить мысль в полет. Это как? У меня есть штучка, я ее очень давно на клубниках носил, мне нравится. Я не знаю, что это такое. Это холодное оружие. Ну, она старенькая. Что это такое? Я не знаю, может быть, это кольцо, так называемые были ленивые кольца. Идет по улице судья, все знают, что он руками не работает, невозможно. Лопату нет. Два-три таких кольца, еще с печатями, там, все. Вот. Может быть, кастет, да, но вряд ли. Очень маленькая дырочка. Очень может быть, что это просто консоль для салфеток, на самом деле. Единственное, что на стул не очень удобно класть. Кататься будет. В общем, я не знаю, что это такое, но это старенькая, скорее всего, арабская. А мне очень нравится идея, потому что я ее называю концентратором. Мне почему-то очень на кончике этого кольца, здесь наверху, на пирамидке. Очень удобно представлять всякие разные объекты моей мечты. Они медленно вращаются. Я с ними могу разговаривать. Вот. Ну вот, хотите, попробуйте. Это отправить мысль в полет или нет? Я про это, собственно. В чем разница между Александром Геннадьевичем и не Александром Геннадьевичем? Ну, каждый же, наверное, может отправить мысль в полет. Правда? Нет, вы вырываете мысль из-за обыденности. Ну... Ну, вот не каждый так может. Когда вы слушаете, вы на самом деле ее все равно узнаете. Каждый по-своему говорит, ах, да, действительно. Ну вот, правда же. Я же это понимал. Да, да, эх, а где же это было-то? Но все понимают, что это было. Оно вот здесь. Оно вот здесь было. Я это понимаю. Да, это вообще связано со способностью понять, понимание. Да, мы много раз очень говорили, что такое понимание. Узнавание. А что такое узнавание? Ну, все время, это такой банальный же обвент. Мы находим в себе. Все, что нашли в себе. Более того, как бы, вот вы приходите, кто-то, правда, передачу яростно ненавидит, кто-то звонит и говорит, что... Выходит за то время звонить и говорить. Страшная, да, страшная фигня. И как бы надо закрыть, потому что ничего не понятно. Вы слушаете это и думаете, это самозащита. В основном самозащита собственной глупости. Я чувствую свою свободу только в ракушке, только когда я в футляре, когда я выбрал и построил систему самоограничений. Но это, как бы, да, тоже, опять, отдельная проблема. Что такое, я пытаюсь все время объяснить, что такое отражение? Или, вот, мне очень нравится слово эхо. Каких-то предметов, образов, даже слов. Вот я там читаю сон, который мне прислали на сайте, или еще что-нибудь. Я что делаю, так вы думаете? Или когда готовлюсь к передаче. Да, вот вам... Ну, я представляю себе воображение, образы сна, да, или что я говорю? Инна, что-то так подозрительное, как-то... Да, представляете себе, ну, по-скорому, конечно, но романционный, почему-то, да. А дальше? Ну, конечно, представляю. У меня вообще образное мышление, то есть, если я увлеченно читаю книжку, я вся там, я там вся, я... Да, в картинках от этой книжки меня очень трудно выдрать. Если я смотрю меланхолию... Ой, 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 ой... Ой, 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 ой... Всем бог! Да. Простите, что я всем про себя, я просто объяснить пытаюсь. Вот, и что я дальше делаю? Это я как делаю? Сажусь в позу лотоса, зажигаю свечу, заглядываю глубоко в себя. Если честно, я об этом даже не думал, потому что для меня это и так че. Все то, что мне пишут и говорят, включая сюда полный хай матом программы «Серебряные нити», все это есть во мне. Даже не вопрос. У меня нет в этом никаких сомнений абсолютно совершенно. А че я делаю? Вот вы это и отражаете. Я достаю зеркало, прожектор. В этом во всем вы узнаете себя, включаете свой интеллект, опыт и все остальное. Честно? Ну че, я понимаю, оно само включается. Нет, нет, да. Я... Нет, наверное, я когда-то все это делал. Вообще большую часть жизни я на это пилю слюной, как плевали до эпохи исторического материала. Нет, я читаю сон или там вопрос. Но вы же не отвечаете? Если он требует какой-то дополнительной информации, я ее смотрю и все. Потом я про это забываю. Ухожу, начинаю заниматься другими делами. То же самое с темой передачи. Я там в понедельник могу что-нибудь посмотреть, почитать. Потом я об этом забуду. И вечером буду трясти режиссера с редактором, буду говорить. Полный провал. Все. Ничего не знаю, ничего не веду. Как обычные серии. Да, это стандартная вещь. Чего я пытаюсь добиться? Но вы сначала отпускаете мозг на свободу. Просто вот в полет. Вот этот самый полет. Тему подумали, подумали, отпустили. Она там летает, летает. И потом вам надо схватить и... Я этот процесс называю услышать эхо. Мне не нужно прямое, сознательное первое впечатление от текста, который я увидел, картинки, которые я посмотрел. Потому что оно обусловлено каким-то уровнем ограничений. Ну там неважно, моими знаниями, образованием, начитанностью или чем-то еще. Я хочу, чтобы этот сон или эта тема где-то совершенно вольно отразились и просоциировали. Там бессознательно. Там где-то, где сплошная тайна. Там, я не знаю, что это такое, как это правильно называть. Когда я в следующий раз попробую это сделать, когда я в следующий раз попробую поговорить на эту тему, у меня появится какая-то моя персональная ассоциация. Она может появиться, между прочим, совершенно не обязательно в виде законченной мысли. Она может появиться в книге, которую я читаю, в передаче, которую я смотрю, при кручении в руках предмета, который почему-то на меня упал с полки, как бы при просмотре чего-то на 25-ю тему в интернете. Я для меня этот процесс называется услышать отраженное эхо, которое сначала кажется совершенно случайным. Абсолютно случайным. Нет, я понимаю, что когда мы, например, там говорили правду о Мони Лизе, я долго смотрел на нее любимую, потом плюнул, потом у меня в башке всплыли Платон с плотином, но как бы, и более того, я понимаю, что в общем Леонардо принадлежал куче каких-то там тайных обществ, все эти тайные общества так или иначе были платоновские. Ну или около платоновские, платонические. Кто-то когда-то, уже не помню кто, по-моему Лосев, сказал, что чуть-чуть там, чуть-чуть, на миллиметр повернись в ход мировой истории и вместо Нового Завета мы бы читали диалоги Платона. В общем, действительно да, мы просто не очень понимаем, какое значение все это имеет колоссальное. Ну все это, все это, Соловьев, все единство всплывают как ассоциация к тому, что кто-то, не помню, Анна Середина или Юля там у нас на форуме пишут, вижу, что она похожа на меня. Думаю, Данилен, на тебя, Монариза, похожа? Похожа. Похожа. Значит, похоже на всех. Значит, Леонардо писал, пытался написать всеобщность, всеединство, все остальные спекуляции. Дальше нужно простроить более или менее точными словами. И это просто вторая часть работы. Вот как бы вот эти отраженные ассоциации, они возникают у всех, а вот простраивать их словами хотят немногие, потому что считают, что это бред какой-то. Хотя на самом деле, с моей точки зрения, в этом и заключается счастье. Если говорить о психодраме, в которую мы играли в прошлый раз, нет, у Марины нет вот описания этого процесса, это мое описание. Но саму задачу, задачу он называл скрытием культурного консерва. Ну вот консерв, да, вот. Это бы только, ну как бы вот, мы этого не знаем, вот этого слова, культурный консерв. Ага. И поэтому думаем, что знаменитая банка с томатным супом возникла просто так, совершенно случайно. Но на самом деле, куча чего отражает того, что было популярно во всяких разных психологических эхо тех лет. И банка с томатным супом, это, конечно, намек на культурные вот эти самые консервы Марины. Эхо. Мы не знаем этих ассоциаций, поэтому говорим, ну чушь какая-то. Что такое вот это? Вы можете этот процесс как угодно называть. Это неважно, его можно называть отражениями. Мне вот безумно нравится слово эхо. Мы как-то эхом сказки занимались, да. Это тоже самое на самом деле. Ну, каждый слышит сказку по-своему. Каждый смотрит на Мону Лизу по-своему. Каждый что-то ловит. Если я правда с открытыми глазами подхожу к Мону Лизе, то я что-то такое говорю, типа ах или эх. И вот так устроено мышление, у меня в голове что-то всплывает. Я не обращаю никакого внимания на эту мысль. Потому что мне по дороге, например, экскурсовод объяснил, как надо правильно на БОСС посмотреть, и что там на Ризу. И моя личная ассоциация тонет в консервах этих самых. Но вот что интересно. Когда я эти ассоциации ловлю, я всегда становлюсь чуть-чуть более счастливым. Почему? Вы сами сказали. Потому что я тем самым не просто познаю себя. Вот там, познай самого себя. Я тем самым познаю то, что вот то неуловимое, что вы называем призванием или зовом. Тем, для чего мы созданы. Потому что мы же говорим о каких-то великих вещах. Ну, по крайней мере, в программе «Серебряные нити» об общеизвестных культурных консервах, которые мы пытаемся вскрывать. И личные ассоциации на самом деле к великим вещам. Чуть ли не единственный инструмент, который возникает на дороге к себе. Почему я спрашиваю? Потому что мы привыкли к творчеству, ну и правильно, наверное, это правильно и действительно так, считать созидание чего-то. Да? Вот пространство какого-то, картин, книги и чего-то еще. Но почему так иногда бывает смешно? Читать книгу, смотреть на картину где-нибудь на художественном рынке у нас. Потому что там нет ничего личного. Монография создается как Википедия. Ни одной своей мысли. Куча хороших цитат. Все добротно. Я сейчас не про жульничество. Я про... Проблема в том, что мы вообще не умеем искать эту самую свою мысль. Мы боимся ее искать. В некотором смысле запрещают наши консервы искать. Начиная со школы. И словарного запаса не хватает. Опять. Смотрите. Словарный запас – это то, что мы можем развивать и создавать. Правда? Когда нам не хватает для чего-то словарного запаса, мы вполне можем его набрать. И мы его набираем, как правило, просто чтением. Потому что если мы читаем книги вот об этом, то мы набираем нужный словарный запас. И никуда от этого не денешься, потому что речь важна. А если у человека дислексия? Не бывает. Дислексия, дисграфия – как бы все вместе. Набираешь словарный запас, а грамотность за тебя обеспечивает редактор Word. Ну, до какой-то степени. Или профессиональные редакторы, которые, в общем, к сожалению, сейчас стоят дешево. Как бы была бы цель поставок. Ну, и здесь существует всегда, это мы говорим все время, о спонтанности, да. И по Марену тоже не хочется повторяться. Я хочу сказать, что это всегда баланс свободы и ограничений. Спонтанности и следование правил. Ну, вся жизнь человеческая – это все время такой баланс. Вся проблема не… это очевидно. Да, вот мне же, я все время пытаюсь объяснить, вы в это тоже не верите. Ну, как бы не верить. Это такой внутренний рефлекс. Вот полушария – два, полупопия – тоже два. И вообще, даже не буду дальше продолжать, даже глаз – два. В двойственность человеческих поступков, посылов человеческой души мы почему-то верить не хотим. Мы хотим все время прийти к одному концу. А на самом деле так не бывает. Ну, не может человек быть абсолютно свободен. Он всегда состоит из свободы и несвободы. Не может человек быть абсолютно спонтанен. Это очень опасно. Его либо уничтожат, либо он сам какую-нибудь пропасть сорвется. Жизнь – это дорога между спонтанностью, свободой и ограниченностью. Важно только, чтобы просто присутствовали оба начала сегодня. Не одно, а оба всегда оба. Во всем два. Ну, я там, не знаю, подбираю свободные ассоциации, но я должен говорить более или менее культурной, радийной речью и оставаться понятным другим. Потому что, если я буду выражать свои эмоции по радио абсолютно спонтанно, то, возможно, вы услышите крики. Ну, там, я не знаю. В основном, слушатели остаются. Да, да. В основном, слушатели остаются в недоумении. Как бы… А не речь, которая как-то, да, будет выстраиваться. Любая связанная речь – это ограничение. Тем более 41 отпущенную минуту с тремя мелодиями. Понимаете, как это что? И звонками еще. Как бы… Ну, вот лепишь, 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 складывается какое-то количество важных для тебя афоритов. Ну, и это действительно работа. Работа по оформлению уловленного эхо в какую-то речь. Эхо – это в буквальном смысле этого слова эхо. Его можно попробовать почувствовать на звуке. Только очень важно себя отпустить. Ну, отпустить. Теперь вы не открываете глаз. Хорошо, не открываете. Я попробую… Выдуть из вас, выдуть… Эту картинку. Останется только эхо. Останется только эхо. То есть, в ответ на звук всплывет какое-нибудь воспоминание или ассоциация. Какая-то другая картинка. Или останется та же самая. Или вы себя представите в этой картинке. Что-то произойдет. Вы себе представьте, что я из вас выдуваю. Выдуваю принудительно из голов картинки, которые вы держите. Хорошо? Хорошо? А вы пытаетесь понять, что происходит, когда я их выдую. Ладно? Что-нибудь изменилось? Нет. Ну, можно рассказать. Можно не рассказывать. Самое главное, чтобы вы то, что у вас обнажилось под выдутой картинкой, стало обнажаться, себе записали. Ладно? И дальше, видите, я же половину тактики уже рассказываю. Вы это дело откладываете в сторону и не думаете об этом до завтра. А завтра поднимаете и думаете, что вы такое записали. Есть другой вариант. Разные варианты. Да? Разные варианты разных эхов. Но эхо – это всегда техника, я вам хочу сказать. То есть это не… Я в данном случае не абстрактными истинами занимаюсь. Это ведь измененное состояние сознания, не правда? Ну, совсем чуть-чуть. Вы попадаете, если вы это делаете, если у кого не сдувает картинку, тут Таня записала измененное состояние сознания. Нет? Записала картинку, хорошо. У кого не изменилась картинка? Кто подумал, что все это чушь и просто посидел с закрытыми глазами, поднимите руки? Никто. У всех что-то получилось, правда? Это… Техника вторая гораздо более пристойная и традиционная, я бы сказал. Поставьте картинки как-то так, чтобы они были у вас перед глазами. Так иногда бывает в галерее, когда вот мы ходим, любуемся живописью. То картина, которая нам правда нравится, она остается одна, да, и начинает на нас наползать, надвигаться. Мы иногда пугаемся этому оптическому эффекту и встряхиваем головой и пытаемся уйти от картины, не пуская ее в себя или себя в нее. Это любовь, это взаимные процессы. Меня тянет к картине, а картину тянет ко мне, да? Как бы… Это всегда так, нельзя сказать, кто субъект, а кто объект. Сейчас я… Вы не будете закрывать глаз, конечно, я буду дуть в эту же самую штуку, а вы попробуете почувствовать, как картина надвигается на вас. Дальше вы в нее войдете. То есть вы отпустите этот эффект, вы его отпустите и в нее войдете. и окажетесь где-то, в каком-то пространстве, возможно, похожим на картину, возможно, не похожим. Хочу обратить ваше внимание, что это важное состояние, потому что это состояние для меня. это правда, состояние выхода в некоторую всеобщность, не к Богу, нет. Это очень смело, сильно. В некоторую всеобщность, где вы начинаете видеть, с одной стороны, что-то важное для себя, вот таким простым приемом. А с другой стороны, там, в картине, если вы этому поучитесь, то вы научитесь, вот как в волшебном городе, на волшебном острове, посылать важные сообщения кому-то из близких, кто не хочет вас слышать, покойным близким. Ну, в общем, это возможно становится. В этом состоянии вообще все становится возможно. Но это значимое состояние. В ней можно научиться и себя понимать, и ощущать другого. Я буду считать от пяти до одного. Когда я считаю один, вы представите себе, что картинка медленно поехала на вас, когда вы с ней сольетесь, вы можете закрыть глаза, в общем, чувствуете себя свободно и делаете так, как вам удобно. Хорошо? Ладно? Попробуем? И, на мой взгляд, нужно было понять, постоять у них, попробовать понять, что за картинка. Вот то, что мы делали сейчас. Куда она ведет? Каким-то вашим собственным картинкам, которые всегда слабее. Они все на заднем плане. Они все не на переднем. Но там всегда есть сообщение, которое нужно попробовать записать словами. И это второй шаг культуры, конечно. Он второй. Но если вы этого захотите, вы найдете словарь. Просто не всегда это получается сразу. Зависит от словарного запаса. Да. Но вот что интересно. Если эта тема вас волнует, правда волнует, то многие тоже знают и скажут, что описание и словарные формулировки удивительно можно найти в книгах. Вот когда ты взволнован встречей с картиной и ощущением, ты просто подходишь к полке, берешь книгу, которая тебя тянет к себе, открываешь на нужной странице и там какие-то ужасно похожие ощущения находишь. Лучше не сразу после этих слов, которые я сказал. Как бы непринудительно. Вот когда это делаешь естественно, оно все так получается. Это когда нет словарного запаса. Когда есть алекситимия, и ты не можешь правдолюбить слов. Это вот о язычестве, о кате. Мы сейчас с вами буквально, дословно говорим о шаманизме. По той простой причине, что мы просто не понимаем, но на самом деле художники или там великие магистры, член тайных обществ Леонардо да Винчи – это шаман. По сути, это шаман, да. Они тогда, в эпоху Возрождения, были одержимы идеей изменить мир, изменить тех духов, которые властвуют этим миром. Это была просто идея фикс изменить этот мир художников начала XX века. Ну, Пикассо, Дали, они на меньшее не претендовали. Они хотели, чтобы их живопись изменила мир. И она их изменила. Мы в понедельнике, который начинается в субботу, говорили о Малевиче. Ну, правда, да. Человек изменил мир, изменил, потому что фактически он создал дизайн тех предметов, которыми мы сегодня пользуемся. Не Клея, а Малевич. Вот современный мир состоит из образов Малевича, нарисованных в 20-х годах. Могу утверждать. Как бы, ну, Малевича и там всяких разных людей, которые его окружали, но тем не менее, вот все то, что называется дизайном, без Малевича просто не существовало. Вот эти стулья имели бы совершенно другую форму. И окраску, и все было бы по-другому. Как-то это очень далеко от Людовика XIV. Правда, а мы, да, как-то не задумываемся, кто это придумал. Так вот, Малевич, тут есть конкретный арт. Понимаете, какая штука? Изменил мир? Еще как. Потому что мы радостно сидим на таких стульях. Они нам удобны. И это значит, что они чему-то в нас соответствуют. И задачи, в общем, конечно, были совершенно шаманские. Это совершенно точно. Не только у художников, а у композиторов. Да, Малер начитал о том, зачем мы предложили двойные и тройные составы оркестра, чтобы музыка изменила души людей в зале прямо вот за этот час, прямо на время концерта, прямо тут. Но для этого и музыку тоже нужно впустить, нужно услышать ее эхо в своей душе. Я просто сейчас, сегодня, если можно, музыки не буду, потому что, если хотите, то мы проведем следующий клуб через месяц. Ну и я притащу музыку какую-нибудь и попробуем послушать, понять, как это работает в музыке, как услышать эхо музыки в себе от звуки. Ну да, если все сразу не сможем, все равно. Будет перегруз и у вас тоже. А вы о чем говорили? Ну, я говорил о том, что, вот, при втором способе, первый способ, конечно, три секунды маловато, потому что глаза разбегаются от очень много всяких элементов, и у вас появляется там несколько... Эхо – это то, что вы выхватите за эти три секунды, то, что для вас окажется значимым, то, что... не запомнить всю картину. Ну, задача не ставилась запомнить, но когда картину посмотрел, непроизводно пытаешься видеть все, что с собой было. Вот, а при втором способе, ну, опять-таки, при погружении в это измененное состояние сознания, сначала мозг пытается анализировать картину, то есть пытается все это придумать, что автор пытался нарисовать, а потом появляются, как бы, свои мысли, те же самые, которые, например, там, в читах звучали, то есть насущные проблемы, которые сейчас актуальны для тебя, вот, они всплывают все равно в это континуум, но в каком-то другом пространстве. Мы не можем изменить, отменить актуальные проблемы. Мы можем изменить угол. Иногда этого бывает достаточно, чтобы изменить отношения, да. Как бы... мы же ведь и говорим, да, вот когда... Почему я с серебряных нитей начал? Что такое... я же тоже говорил, изменить угол. отражение, да. Это не важно, вы продолжаете думать о своих актуальных проблемах или нет. Если вы вошли в картину, ну, вот это натюрморт. Но все равно тут есть, не знаю, журнальный столик, чайник, кофейник, какая-то скульптура. В этом пространстве, если в него войти, наверное, есть какая-то комната, в ней кто-то сидит или не сидит. Но в ней, в этой комнате, которая возникает, когда туда проходишь, можно посидеть и пообсуждать свои собственные проблемы. Они будут видны под другим углом. Чуть по-другим, потому что параметры реального пространства изменятся. Просто мы, опять же, не отдаем от себя отчет, да, ну, что такое это самое воображаемое пространство, о котором говорил Ира. Ну, это же и есть то самое шаманское пространство, они ничем не отличаются друг от друга, да, там, нижний мир, верхний мир. И в европейской культуре, ну, поэты, они как были, так и остались шаманами, они никогда не менялись. Да, мы говорили, зачем в передаче, зачем Пушкин писал свое желание? Ну, чтобы что-то изменить в чувствах любимой девушки в 17 лет. Зачем? Это было магическое заклинание. И, конечно, хорошая живопись, великая живопись, это все заклинание. Заклинание, заклинание чего-то, в том числе, своих собственных проблем, поликлея, или там, Зичи Михали, или кого-то еще. А вопрос такой, с точки зрения практической, так сказать, работы вот в этой технике, предположим, да, это важно найти репродукцию или там картину, которая хоть сколько-нибудь у тебя ассоциируется с задачей, то есть вы можете сделать одну простую вещь, ну, вот первое, что вы можете сделать, давайте еще раз это проделаем, а вы просто поменяетесь спонтанно, может быть, кто-то хочет картинку кого-то. Давайте вы поменяетесь, как захотите, потому что у меня картинок больше почти нет. Нет, в каждую картинку можно войти, и с каждой картинкой будет какой-то свой эффект. Но, конечно, конечно, это взаимные чувства, это нужно выбирать так, как тянет вас. Более того, я могу вот еще один вариант предложить. Вот японские нецки, они, ну, нецки, в строгом смысле этого слова, это изначально были пуговицы, да, две соединенные бляшки или пуговицы на веревочках, которые удерживали края кимоно, халаты. Вот, а потом появились вот такие вот штучки, я сейчас не помню, как они правильно называются. Помнил, помнил, но забыл от перегрева. Вот, и это просто, это фактически талисманы, то есть та же самая резная кость, что на нацке, но их носили в карманах халаты. И они, конечно, были поводом уже для дзенской медитации. Вот это вот сюжет Великой реки, и обратите внимание, как он сделан. Вот река с человеком на лодке, она поднимается, поднимается, поднимается вверх и обрывается в дырку, в пустоту. В чем смысл? Вы смотрите медленно по течению реки, пытаясь понять действия, которые здесь существуют, здесь люди, которые удят рыбу чуть по-разному. А потом, тут посмотрите, да, река течет, течет, взгляд поднимается вверх, тут гора, и дальше пустота, там не должно быть небо. И вы всякий раз представляете себе, что вы видите сквозь эту пустоту. И если хотите, это эхо такой картинки, ну, такого предмета. То есть у него подставочка, вы ее ставите перед собой, и каждый раз проделываете это, пытаясь уловить, что же существует в пустоте. Здесь очень похожая ситуация, но здесь история про человека, который услышал соловья. По-моему, это был соловей. Как бы он весь подается к соловью и к дереву, и вы должны оказаться в том саду и слушать, что поет соловей, чего говорит кукушка. Да, потому что это тоже существует в выбранном пространстве, в пустоте. Она всегда означает, что вот это вот сюжет, а то, что в пустоте, это ваше. Это так и на японской живописи. Как бы пустота очень важна, потому что там есть что-то, что вы можете создать и дорисовать сами. У нас нет в живописи таких деталей, поэтому нам так трудно. Поэтому, если хотите, можете взять и поупражняться. Ну, сейчас, давайте сначала сделаем еще раз с картинками, да. А потом я расскажу про всякие разные, несколько штучек. Готовы? Значит, еще раз. Вот самое главное в этом, это себя отпустить. Не делать искусственного усилия, не напяливать на себя картинку. Отдать картинке спокойно двигаться на вас. Спокойно. Это почти неминуемый визуальный эффект, если вы сконцентрировались. Не волнуйтесь, вы это можете... На самом деле, все, что мы делаем, это обучение, конечно. Вы просто... Это такой способ понять решение бесконечного количества ситуаций и погадать самому себе, когда становится паршиво, одиноко, и открыть домашние альбомы, они же дома оказываются не случайно, что-то в интернете, лучше на бумаге. Ну, возможно, я так говорю просто потому, что я большой любитель, видите, всякой бумаги состарившейся. И вы совершенно спокойно можете это проделать необязательно с этими, с любимыми картинками. Вы просто концентрируете внимание в центре, поверьте мне, она сама собой начинает двигаться. И тут очень важно себя отпустить. Картинка приближается, а вы оказываетесь где-то, в каких-то образах воображения. Просто их запомните и запишите. Возможно, это те самые пространства, которые вам помогут. Хорошо?